Всем-всем-всем доброе утро! Буду говорить тихонечко, у меня все спят. Так, сегодня суббота, но я соскочила опять ни свет ни заря, потому что надо везти Сашу на работу. Сейчас они пока ездят на рейсовом. Вот, девочки, мальчики, вот тебе и непредвиденные расходы. Ну, что делать? Как-то надо все равно крутиться, вертеться. Вчера сахарницу мыла, вчера тела чая попить открыла. Мама, не горюй! Вот здесь сахарница, она вся в вашем медках, в таких лазают мокрыми этими. Полотенце чистое, девочки, вот только его повешала. Лазают мокрой ложкой. Там мама, не горюй! Ой, господи! Каждое утро одно и то же. Ну, что делать? Это я вчера сюда в мешочек высыпала. Так, еще сахар, наверное, насыпать. Лазки немножко спят. Ничего, сейчас расходимся. Так, сейчас посуду заново. И будем деткам варить манную кашу. Так, все подзаканчивается. Надо ехать за покупками. Не знаю, когда. Сейчас получается субботу. О, как чистенько. Приятненько. Даже так, ну, трогаешь. Это все в таких кашметках. Сейчас у нас получается Саша субботу-воскресенье в день. Без него я, конечно, не поеду. Потому что же надо тащить пакеты. Надо и курочки купить, и сахар заканчивается. Там, кстати, у моего, две последние. Так, сейчас вымоем по сутку. Так, это чисто все. Сейчас я вынесу. Так, мне вам очень-очень-очень-очень многое, что хотелось бы рассказать. Во-первых, не знаю, посмотрю это видео. Либо я сделаю быстрым, либо сделаю просто, как есть, просто длинным влогом. Девчонки, мальчишки, мне нужно вам рассказать очень-очень хорошую новость. Вот такие всякие баночки мы не выкидываем. Сейчас покажу, для чего я их использую. Сейчас покажу. Так, вот это двинем. Так, смотрите, чего мы взяли. Вот для чего мы их используем. Всякие, всякие баночки. Здесь прокрученная и смородина, и ёша. Так, и вот тут вот есть, сейчас девчонки, мальчишки покажу. Тут баночки всякие. Тут всякие, ну, в общем, смородина и ёша, и чёрная смородина засахарена сахаром. Ну, в общем, всё, что было, то есть сахарили. Сейчас подумают, о, открыла холодильник, хвастаться. Не хвастаюсь, девчонки, мальчишки. Просто показываю, что вот такие баночки я не выкидываю. В них мы чего-нибудь морозим. Сейчас я их опять накоплю, потому что, как свойственно, открывает, ребята, крышку. И где-то крышка ломается, уже банка не подходит. А здесь уже есть и есть. Мало ли что-то заморозить, пригодится. Уберу, приберу. Так. Так, сейчас помоем посудку и поставим, и поставим этот. Ой, воду, молоко, короче, на кашу. Саша вчера купил, я немножечко его водичкой расплавляю. Ребята жарили яйца, сразу же не замочили. Это какой-то просто трындец. На вот этой сковородке лет, наверное, 16-17. Она уже, конечно, такая вся, уже и без ручки, но он своё дело знает. Я не помню. Но лет 15-то точно это сковородок. Сейчас помоем посудку и буду вам рассказывать вовости. Девчонки, вам огромное спасибо, что смотрите, что комментируете. Сейчас поверну вас. Так, у вас немножко развезло. Надо девчонки стулья тоже потерять, потому что всё вездущее. Так. Вот что сюда? Ой. Господи. Вот мать вчера не проконтролировала, но они так всё не оставили. Вчера у нас Саша Побалова, вы уже видели, с шашлычками. Пожарил вчера. Мы обычно после того, как покапывала картошку, всегда жарим шашлыки. В этот раз как-то не получилось. Саша говорит, давай я буду на выходной и всё пожарю. Внучек, внучек мой сладкий. Окошко открываешь, вылетит. Так, девочки, что вам хочу сказать вот про этот стол, долбанутый. Ножки видите какие? Так, покажу. Ножки видите какие? Изначально я вообще хотела этот стол купить с прямыми ножками. Такие, чтобы прямые были. Но почему-то взяли мы всё равно этот с такими ножками. И сколько у меня его Саша не делал, не подкручивал он уже даже, видите, вот это не родное уже стоит. Это он всё купиливал. Другую, короче, делал. И он всё равно шатался. Ну, как сядешь, как заденешь, не изначай стол. Ну, ё-моё. Всё, сразу же это. Всё прольётся. Хлеб невозможно было на этом столе резать. В общем, муж придумал. Я ему говорю, ну, придумай что-нибудь. Ну, с прикумекой. Потому что, ну, невозможно. Люди так вот приходят, садятся. Сейчас, подождите. Старшая дочь. Средняя дочь. Внук. Все тут. О, он что-то как-то не стоит, что ли. Он что-то стоять не хочет. Сейчас поставим. Со старшей дочкой тоже только списывались. Так. Что у нас тут? Ужас. Ужас. Это что такое? Это вот они всё. Так, девочки. Я сейчас хлеб не выбрасываю. Он как бы вчерашний хлеб, свеженький. Сейчас вам покажу, что я из него делаю. Так, сейчас мы с вами повернёмся. Раньше отдавала хлеб, а потом у меня иногда дети просят. Мама, пожарь нам на листике. Хлебушек нарезаю мелкими сухариками. Он хороший, свежий хлеб. Он просто вчерашний. Они сегодня уже этот хлеб не будут. Они и потрогают, что он. И мы, я всё время, вот у нас даже вот целый день, вот за целый день бывает мешок хлеба скапливается. И я им на листике жарю. Роллтону немножко, маслица растительную. И они как бы иногда даже с супом, иногда так грызут. Потом, думаю, отдавать не буду, потому что, в общем, девочки, делаю вот так сейчас. Вот так вот меленько. Так, короче, меленько нарезаю. Вот так вот меленько нарезаю. Здесь вот это пол мешка осталось. Был целый. Всё. И они даже с супиком бывают, не выкидываю, короче. Но я вот, в принципе, не выкидывала. Всё мы сейчас надо же и порежем. И уберём. Пока режу. Кое-что вам расскажу. Так. Распорежем. Тихо говорю, потому что у меня в той комнате дети спят. Так, ну что, мои дорогие, что я вам хочу рассказать. Есть всякие новости. Но я же вам буду только хорошие говорить. А зачем вам нужны мои проблемы? Есть у меня дочка средняя. Сейчас покажу фотографию, чтобы вы знали, о ком идёт речь. Так. Вот дочка. Видно, не видит так. Да, я сейчас только что блин вытирала. Дочка, я и вну. Сейчас придёт разговор вот об этой дочке. Дочка. Дочке у нас 20 лет. Замуж она вышла первый раз очень рано. 18 лет. Вот. Подарила мне вот этого замечательного внука. Которого я безумно люблю. Врединку такого. Ну. Жила она в деревне. Купила там. Но не расписались. Всё. Купила она дом. Там под маткой питал. Жили. Но. Взять у меня стал злоупотреблять спиртными напитками. И в общем. Сколько дочь не билась. Сколько дочь не пыталась. Как-то. Поставить его на путь истинный. Но как-то не получалось. Все мы знаем. Что алкоголь разрушает многие семьи. В общем. Как говорится. Женщина очень долго может терпеть. На многое закрывать глаза. Но однажды у женщины закончится терпение. Лопнет эта резиночка. И она просто уйдет захлопнув за собой дверь. Так и произошло. Она очень долго терпела. Но приезжала. Жила. Ночевала с внуком здесь. Но в один прекрасный день. Она приехала ко мне. 16 мая этого года. И уже обратно не вернулась. В свой поселок. Где жила. Все что она мне конечно порассказывала. У меня просто. Волосы на голове встали. Она сказала что много она мне не говорила. Потому что думала что все образумится. Вот. Дочка жила тут с нами. Вот вы мне говорите. Ты мне ты намного не показываешь. Зачем я буду какие-то свои проблемы. Семей не показывать. Я то что считаю нужно. Я вам показываю. И вот даже вот. Многие обсуждают. Я всегда говорю не хотите не смотрите. Я что посчитаю нужным расскажу. Посчитаю нужным покажу. Мы вчера жарили шашлыки. Я же вам не показала. Правильно. Посидели тихонько. Никто не пьет. Просто покушали. Посидели с семьей. Мама была. Вот. Она к нам младше приехала. Жила тут с нами. Но она же понимает что. Уже. Мы конечно были очень рады. Но потом в общем было принято решение. Ей она приняла решение. Что она как бы от нас съедет отдельно. Потому что говорит. Маму тоже мне надо начинать строить как-то свою жизнь. Так не может продолжаться. Но для того чтобы им хоть немножко как-то с внуком сэкономить. Семейный бюджет так скажем. Саша у меня договорится со знакомым. У него есть пустая квартира. И она значит жила там. Вот. Ну сколько-то там по-моему. Она заплатила за месяц тысячи три. В общем жила. Познакомилась она с очень-очень хорошим молодым человеком. Вот Женя. Парень, девчонки. Ой, слов нет. Он такой, знаете, хороший парень. Хороший. Не пьет. Темку полюбил. Как своего родного. Живут сейчас они у него в квартире. Его родители. Я вам просто говорю, что... Ой. Я помню ту семью и сейчасшнюю семью. Как там начиналось и как тут. Абсолютно разные вещи. Дочь. Мы, женщины, слышим ушами. Вот. В общем. Хорошая семья. Мама Женина. Очень Аня любит. Тему очень любит. А моему ребенку хорошо. А мне и того лучше. Я очень рада, что у нее в жизни все слаживается. Что у нее в жизни все... Будем надеяться, что сложится. В общем, можно говорить бесконечно. Зятью я очень довольна, что у меня сейчас есть такой зять. Хороший, спокойный, уравновешенный парень. Очень работящий, любящий свою семью. Ну, в общем, много говорить не буду. Что скажу коротко и ясно. 23 сентября этого года у них будет свадьба. Каждая женщина мечтает... Девушка мечтает о свадьбе, охота одеть белое платье. А еще, когда есть маленький ребенок на руках, хотелось бы своему ребенку счастья и только счастья. Чтобы ребенок ходил в детский сад, развивался по возрасту. Женя сразу же сказал, что Темку он перепишет на себя, потому что Тема у нас был все еще на Аниной фамилии. Как-то так, как-то тот папа не захотел его записать на себя. Хорошая новость. 23 сентября этого года мы играем свадьбу. И 23 сентября у нас Тема, у Темы будет тоже папа. Все они будут гурьевы. Все трое. То есть он берет не только дочку у меня под венец, но еще и делает отцовство. Теме он станет настоящим папой. Эта новость меня очень радует. Свадьбу мы будем играть по всем правилам. Но застолье у нас будет дома. В семейном кругу. Ну как в семейном, там тоже они пригласили друзей, знакомых. В общем, немножко нужно будет потратиться. Но ничего страшного. Ничего страшного. Так что вот такие вот новости у меня на сегодня с ней день. Про первую дочку рассказала. Первую новость рассказала. Вторая новость. Девочки, мальчики. Очень долго я от вас это скрывала. Не говорила. Я снова стану бабушкой. Первый у меня внук. Родила средняя дочка. Сейчас покажу, про какую дочку я вам хочу рассказать кратенько. Вам было, конечно, понятно. Вот вторая дочка. Дочка я. Это мы нынче отмечали Новый год. И снова я стану бабушкой. Короче говоря, будет у нас дочь. Будет у меня внучка Каролина. У меня есть внук. Сейчас еще будет внучка. Вот такая я счастливая. Фитеры пишут. А что вам дети-то не помогают? Вот что они не помогают? Да дай Бог, чтобы мои дети в жизни устроились. Людьми были. Пока я могу, пока я делаю, я справляюсь сама. Пусть они устраивают свою личную жизнь. Моим детям хорошо, мне и того лучше. Гадости писать. Так, все мужем. Так, мне нужно во что-то... Ой, выводили пока что. Девочки, не знаю, что листик. Целый. Вот такие у меня новости. Мы уже вот-вот-вот вскоренько. В октябре внучечка у меня родится. В октябре родится внучечка. Так что вот, мои дорогие. Дай Бог, чтобы у наших детей все было в жизни хорошо. Пусть у них в жизни все складывается. Чтоб, знаете, на наши грабли, как говорится, не наступали. Многое, конечно, бы хотелось бы в своей жизни повернуть обратно. Но, увы, что сделано, то сделано. Все мы не без греха. Вот и думаю. Перемотать это видео быстро или оставить его так, как есть. Наверное, оставим так, как есть. Вы же еще эти новости у меня не знали. У нас девчонки, мальчишки, прибыло. Меня смотрят. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 не знаю я маска не надо опять запасаться надоело, вот честное слово надоело уже все ей богу опять нас поставили на эту долбанутую температуру стоишь там как дурак люди то идут только они одного не понимают что мы то тоже там не по своему вене стоим нас поставили мы стоим и тут ведь еще собачатся температура например 36 у меня 37 знаете что что нам дали мы теми работаем все и у нас понеслось раз я промолчать не могу у нас понеслось нам начальство так говорит маски бахилы обязательно начинаешь людям говорить масочку уже по хорошему масочку пожалуйста бахилы нету и пошла ох прибегают начинают там кричать терапевты и все что мол типа это ну зачем без бахилы без масок пропускают так я что ее бля сейчас не драться буду что ли нет ну вот так то разобраться я что с ней драться буду в драку с ней пущу ко мне уже даже начальство наше подходила очень попросила без руганий без руганий без руганий мне сказано стоять на температуре я пошла стоять на температуре мне сказано уже не приказ повесили в этот как его на двери если что начинает вы должны вы должны выдавать мне маски бахилы я говорю я вот конкретно я вам ничего не должна все вопросы к начальству ох где она сидит пожалуйста пока на кабинет пойдите куда хотите все девочки моечка чистенько я шкафчик еще протерем все на кухне сейчас осталось только попылесосить и протереть вот так у нас бывает а в детство у нас еще тут рядом детство там у нас вообще пруд без бахил мамашки сейчас молодые очень наглые пошли они готовы горло разгрызть я говорю когда идут с малышками ну вот вообще маленькие я говорю проходите без бахил проходите потому что понимаю уже что это все блин муха летала посрала блин я тут все я же понимаю куда она ребенка на кушетку на грязную как говорится ну не грязная конечно но все равно ну зачем я говорю проходите а когда она идет и ребенок с ней такой большенький идет идет она вперед прошла а ты какой пример ребенку показываешь все же начинается от нас от родителей а потом мы кричим клеила чтобы дети не забыли что надо ходить по ортопедическому коврику скотч остался на этом вот и это и она шурует я говорю маску бахилы раз так маску натянет я говорю бахилы пожалуйста одеваем она мне говорит сейчас девочки немножко вас наклоню а она мне говорит про бахилы нету или пройдет и скажет ты дай мне я говорю я тебе ты мне не тыч это раз а во вторых я тебе ничего не должна а вы что так со мной разговариваете так ты мне первое открула а ты мне дай дай уехал в Китай ох я начинаю там сейчас уже конечно знаете слышь думать да идите вы куда хотите иногда терапевты спускаются вот знаете так обидно стоишь вот на этой температуре нам же тоже за это ничего не платят хоть бы вот так знаете типа 500 рублей подкинули да где ж там вы что разорится наша больница мы тоже стоим в мои вообще-то обязанности не входит стоять на температуре я и так уже на грани нервного срыва вообще не стоять на этой температуре они спускаются и понеслось и понеслось вы зачем пропускаете без масок вы там то, вы там все ты вот стоишь как дурак а они тебя чехвостят а ты блять стоишь как дурак и слушаешь а что ты им ответишь ну как есть таких ах она сама прошла не пропускайте я еще раз повторяю что с ней в драку что ли полезу не знаете кто-то вот у нас из терапевтов поумнее просто не запустили в кабинет и все смотрим пришел например этот мужик его не пустели в кабинет пришел вниз начал в помойке в этой в мусорном баке бахилы искать я так про себя стою и думаю ну ведь я тебе сказала что тебя не запустят а ты так с высоко поднятой головой прошел ну прошел вот и никто есть у нас такие терапевты и они не спускаются как бы ну не ругают ничего не говорят тоже ведь понимают что все же мы люди разные что-то девки у меня столько пыли у меня столько всего немножечко протерей вот и мы стоим каждый по часу салфетки у меня закончились не знаю когда я так табурат салфеточку я не знаю кто помнит мы покупали ножи пока увидела сразу же вам покажу мы покупали вот такие ножи кто-то помнит нет я вам показывала такие вот ножи в общем отдали мы за них две тысячи что ли вот в общем хренатень полная в общем покупали ножи там где я помните термопод меняла вот там же и это в общем полная девочки мальчики хрен полнейшая они все облупились обшелушились я их со стола убрала мне такое приятное не надо на столе так-то не грязно просто вот видите где-то все равно хоть немножко так что вот так и живем потихонечку так что-то у нас тут как-то так да, девочки-мальчики уже надо, конечно, подкупаться продуктами они как бы есть, но уже я люблю, чтобы вообще было вообще запасом не знаю когда когда мы поедем может в понедельник во вторник так, мы сейчас в первую сегодня-завтра в первую ой, не знаю не знаю я когда я хочу вам за эти выходные постараться записать отдельное видео не знаю как получится записать отдельное видео про как я вам обещала при тысяче подписчиков я вам повторюсь особо так видео не будет длинно посмотрим в общем про свою жизнь кто я и откуда не знаю посмотрим как получится так, ничего вроде худо-бедно протерли остальные каши попьем кофейка посмотрим сейчас попьем кофейка может быть вам посмотрим может сейчас вам сразу же все расскажу или запишу отдельное видео посмотрим сейчас глянем так посмотрим так ну что так что-то надо готовить может картошки потушить посмотрим кашу варю 50 на 50 50 ну в общем половина молока половина этого варюем кашу маму литр молока значит литр водички будем ставить кашку если вы заберем еще немножко немножко переместила вас потому что так вот это в общем пока я тут бегала сегодня крутилась и крутилась в общем видео про себя я наверное буду снимать на отдельном видео я наверное уеду на берег чтобы мне спокойно все рассказать чтобы лишний раз детские ушки не слышали нитику особо они как бы длинные влоги вообще не смотрят то есть я вообще запишу это отдельно видео так сахар я пока не добавляю соль не добавляю потому что вот эти кастрюли они не любят в общем нагреется водичка только затем можно будет добавить соль сахар потому что если добавляешь на холодное на холодную жидкость на дне остаются такие точки и они практически не отмываются так а как мы сейчас с вами чайник погреем потому что у меня здесь дочь сломала резетку ну-ка если вас вот так выключат нормально мне не видно дочь сломала мне резетку лежала планшетник и сломала мне резетку кренделей выхватила получила у меня так девочки я же вам не показывала мы в сачах покупали кружечки пара сейчас покажу сейчас покажу вот такую кружечку младшей дочке привезли вот на себе покупали вот так вот ну вам честно скажу пустая трата денег это просто ну чисто для красного словца что ли во первых они неудобные я в прошлый раз хотела купить цена по-моему или 900 или 1000 не помню не помню честно по-моему рублей 900 ой не знаю я я же вам обзор делала на них не помню в общем вот так они выглядят пить из них не очень удобно потому что тут всякие вот эти рифоны я люблю чтобы кружечка была вот такая вот кругленькая когда везли разбили одну кружку мы ее тоже в подарок привезли и досочку все же расправили раз взяла в руки кружки хочу вам сразу же сказать есть такая примета чтобы в доме царил мир покой и согласие в доме кружек должно быть четное число имейте ввиду а моя любимая кружечка вот назовем ее царская эту кружечку мне подарила сотрудница по работе на новый год вот я тем честно говорю она ну она очень такая удобная классная кружка вот она так отдых так вот вот и вот 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 полную сделала сахар прилипла я когда из сочей приехала я была такой кругляшек хороший такой кругляшек потом тебе говорю успокоилась юлия викторовна давай-ка немножко это девчонки не смейтесь я сейчас муху закаливали вроде бы и москитные сетки стоят но я думаю дверь полностью открыта видите дождь спит гипсокартон и начать сейчас я вас разверну развернула вас посижу немножечко попью кофеечку раз в огороде ботва подсохнет девчонки пролила представляете свинья свинья всю кружку масла надо же так для всегда вот так когда хочешь аккуратно потихонечку нет лет надо было мне ее рукой задеть эту кружку по наглядь вся массовость у меня так и буду пить из креста все чеснок мы вчера все у нас хорошо просох мама взяла половинку я себя ставила половинку все и сразу же оставили на посадку завтра у меня сын уезжает в екатеринбург вот девчонки лето пролетело незаметно уезжает билет я ему купила на завтра то есть получается на двадцать восьмое девять 45 по моему до 9 45 все тоже домой учеба начинается ему же еще одеться надо что вот так что ждут нас нынче в сентябре растраты ой-ой-ой ну что делать то как говорится живем один раз жизни девочки наверно кашу сварю манную надо хоть не пропустить когда тут молоко не убежала на картошку потушу с курицей и посмотрим может уеду куда-нибудь засниму отдельное видео расскажу вам кто-то пособых рассказывать и ничь так что вот мои дорогие вот такое вот видео вам сегодня я выложу это сразу же сниму и сразу же его начну запускать ленту что мои дорогие на этом все буду закругляться так вроде вам все на все вопросы ответила ну были там какие-то комментарии по удаляла да и все как это особо внимание не обращая как вы не любите написать не обращать внимание я не обращаю во вторник будет ровно две недели можно будет мочить брови а то я уже и хочу почесать хочу не могу хочу их почесать здесь забыла пальцем думал я хамуха так раз их вот так ну тихонечко что это нынче у меня вот я смотрю у меня картин зия вообще плохо цветет мне подружка звонила тоже спрашивала про картин зию сказала ну я не могу понять с чем связано может с природу с погодными условиями у нас первый месяц лето было дожди шли потом просто засуха была вот не знаю с чем связано может быть поэтому вроде и поливала но говорят нынче у многих вот так картин зия плохо цветут ну может цветоводов там любителей там них конечно может там вот такие шапки конечно них там подкармливают они там каждую неделю покупают дорогостоящие подкормки я конечно этого делать не буду нет я вот как весной подкормила же вам показывала и все больше я как бы делать ничего не буду обычная поливка и все даже деньги тратить не буду так все подорожало в магазинах трындец вообще трындец как хочешь так и живи в магазин приходишь вот честно 5 вам уже рассказывал если раньше например приходила в магазин брала там связку бананов яблоки таких таких с мужа в основном берем как бы сильно не шикуем берем поштучно например взяли там бананов по два яблока вновим по два таких по два таких то есть нет у нас уже там что мы мешками берем сейчас вот пока свои яблочки а вот тоже собирали дорого сервелат который был ореховый сейчас он по моему 790 рублей у нас за когда дорого сейчас колбаску берем что подешевле но не сильно уж там такую пределах разумного сегодня девочки я целый день буду пить чай кофе эфир однопроцентный сегодня у меня такой будет разгрузочный день сорока залетела в мою подсобку там кроме ведер лопат ни хрена нету это короче в клюве какой-то хлеб или чё-то она там держи сюда короче стык дело ничего такого нету все мои дорогие буду кашку делать детки все равно скоро проснуться последние деньки спят высыпаются пусть высыпаются всем хочу сказать огромное спасибо кто меня поддерживает кто меня смотрит пусть просмотров у нас будет немножко пусть у нас класса будет немножко но я знаю что я записываю видео вам не зря вы меня смотрите вы меня комментируете даже если вы не написали никакой комментарий я все равно вижу что меня посмотрели так что вот мои дорогие всем спасибо за подписку всем спасибо за поддержку как я люблю сказать всех люблю всем пока пока